Рабочие совещания в Десногорской администрации Нападение на пенсионеров в Смоленской области Флористы отметили профессиональный праздник Профессия флориста – это искусство и творчество Флорист не только составляет букеты, но и композиции, цветочные корзины Это специалист, который дарит окружающим настроение, радость 24 июля глава Смоленского региона Алексей Островский Провел свою прямую линию с жителями региона За время прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте Губернатор успел ответить на многие важные вопросы Обсуждались темы ремонта дорог, проблемы очередей в ясельной группе детских садов Перспективы развития массового спорта в регионе и многие другие Губернатор пообещал, что все вопросы, которые поступили к нему на прямой эфир Но не были озвучены, обязательно отработают его подчиненные Такие онлайн-трансляции планируется проводить раз в квартал 23 июля глава Десногорска Андрей Шубин и представители городских организаций Провели плановое еженедельное совещание Подробности далее Началось плановое совещание с награждения Отличительный знак 30 лет аварии на Чернобыльской атомной электростанции Торжественно вручили участнику ликвидации аварии Вячеславу Лытаеву Далее в обычном режиме представители инфраструктур обсудили рабочие моменты В настоящее время ведутся ремонтные работы на дорогах Н-36 в третьем микрорайоне в районе дома 1А В сторону третьей школы и Н-14 в восьмом микрорайоне Просьба гражданам не оставлять автотранспортные средства на проезжей части депутации Продолжается ремонтная летняя кампания инженерной инфраструктуры По результатам гидравлических испытаний тепловых сетей первого и третьего микрорайонов Выявлено ряд дефектов, по которым сейчас производятся работы В связи с чем в четырех домах первого микрорайона и двух домов третьего микрорайона Возможно, во время ограничения подачи горячей воды Но в целом больших подключений и ограничений трепителей нет А в культурной жизни города намечается событие Праздничное мероприятие в честь Дня военно-морского флота 28 июля в 10.50 спор участников построения ветеранов военно-морского флота Жителей власти города Десногорска возле памятника погибшим морякам всех поколений В целом ситуация в городе благоприятная В нештатной ситуации ГОИЧС спасатели пожарно-городская инспекция и полиция не зафиксировали Муниципальные системы оповещения проверены и находятся в рабочем режиме В регионе продолжается реализация национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги Важной составляющей проекта является создание безбарьерной среды в Смоленске Для людей с ограниченными возможностями установят новые светофоры со звуковыми сигналами Ход работ проинспектировал губернатор области Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов С просьбой поставить новые светофоры в администрацию обратились в том числе и представители общества слепых На эти цели из регионального дорожного фонда выделят 600 тысяч рублей Также обсудили создание безбарьерной среды при пресечении тротуаров Эта проблема ранее обсуждалась на встрече Алексея Островского с представителями велосообщества Смоленска Семья пенсионеров оказалась под прицелом Сотрудники полиции Ершинского района получили информацию о вооруженном нападении на семью пенсионеров в одной из местных деревень Похитители украли у них 50 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении Подробности в сюжете После полученной информации об ограблении сотрудники полиции прибыли по указанному адресу В доме, находящемся на краю деревни, проживают 85-летняя женщина и её 55-летний сын Они редко выходят на улицу, пожилая женщина не встаёт с кровати, а у её сына ампутирована нога Жильцы рассказали полицейским, что некоторое время назад в их дом зашли двое в масках Один из злоумышленников держал в руке пистолет, у другого была палка Злоумышленник несколько раз выстрелил из пневматического оружия, ближащего на кровати мужчину, попав ему в лицо и руку Затем нападавшие похитили все имеющиеся у пенсионеров 50 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении на поджидавшем их автомобиле Потерпевшие пояснили, что голос одного из нападавших показался им знакомым Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого Им оказался житель села Ёршичи 1972 года рождения, состоящий в родственных связях с потерпевшими В его доме сыщики обнаружили и изъяли две маски, а также пневматический пистолет Мужчина признался, что незаконно проник в дом и совершил хищение денежных средств В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Разбой». Санкции статьи предусмотрят максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет Детский эколого-биологический центр, прогимназия для одаренных детей и детский оздоровительный лагерь «Орленок» Юбилейные объекты Смоленска, которые обещали закончить в 2019 году К сожалению, на данный момент они пополнили собой список долгостроев Объекты осмотрели губернатор Алексей Островский и глава города Андрей Борисов Строительство остановилось не только из-за недостаточного финансирования Например, пока непонятно, как рационально использовать детский эколого-биологический центр В одном из зданий предлагается создать зоопарк или, как минимум, конюшню Тем не менее, администрация города не отказывается от планов скорейшей сдачи объектов Долгострою планируют завершить как можно скорее Германия готовится объявить безвизовый режим для россиян моложе 25 лет Этот вопрос активно обсуждался на форуме «Петербургский диалог», который открылся в пригороде немецкого Бонна Такое решение в первую очередь поможет российским студентам На данный момент учебная виза выдается на год, а чтобы ее продлить, нужно принести массу документов Молодым соотечественникам и так приходится решать много сложностей для того, чтобы закрепиться в немецких университетах Так, например, они должны иметь на своем счету около 8 тысяч евро, при этом сумма блокируется Снимать позволено около 700 евро в месяц А чтобы получить стипендию, необходимо пройти несколько этапов испытаний Кроме этого, в немецких университетах жестко оценивают способности студентов Отчисляют там каждого третьего Так что идея безвизового режима выглядит вполне заманчивой 24 июля страна отметила День флориста День создателей настроения и красоты Всеми тонкостями своей творческой работы с нашей съемочной группой Поделился флорист Десногорского магазина цветов Подробности в сюжете Во все времена люди стремились к прекрасному и хотели быть ближе к природе Поэтому еще в пятом веке они начали украшать свое жилье цветами и дарить друг другу букеты И сейчас, в наши дни, подарить цветы – значит выразить человеку свои искренние чувства Любовь, почтение, уважение Создать отличное настроение только при помощи цветов Работа флориста В их руках обычные веточки, листики и цветочки превращаются в интереснейшие композиции Работа флориста востребована И многие девушки мечтают стать цветочной феей Но эта профессия требует постоянного вдохновения и обучения Мы читаем журналы, книги, смотрим в интернете, как создаются букеты Мастер-классы разные смотрим Следим за бутными новинками, создаем букеты сами В цветочном мире мастерам приходится не только учиться, но и проявлять трудолюбие В магазине они ухаживают как за срезанными цветами, так и за цветами в горшках Все растения требуют тщательного и внимательного ухода Их нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время И каждый цветок имеет свой характер И при создании букета это необходимо учитывать Может показаться, что делать букеты совсем несложно На самом деле флорист должен знать сорта растений, их особенности Пользоваться инструментами, уметь правильно держать и обрезать цветы Видеть сочетание цветов, как составлять букеты, композиции Современная флористика не просто профессия, связанная с цветами Это настоящее искусство, которое профессионалы вкладывают как в свои знания, так и частичку своей души Мне нравится создавать букеты, это очень интересно, красиво Быть флористом непросто, но можно Важно любить все прекрасное и уметь получать удовольствие от результатов своего труда Велита Ефименко, Андрей Прохоренко, Александр Ерофеев, Дисна ТВ Смоленская область вошла в десятку регионов с насыщенной культурной жизнью Среди 32 субъектов России с численностью населения до 1 миллиона человек Смоленщина заняла седьмую строчку При составлении списка учитывали 7 показателей Места, в которых проходят события Сами события Подтвержденные события Виджеты Охват и публикацию во внешние источники Лидерами в рейтинге регионов с численностью населения до 1 миллиона человек Стали Ямало-Ненинский автономный округ Камчатский край И Костромская область И коротко о погоде 26 июля в Десногорске переменная облачность Возможен дождь Температура днем плюс 25 Ночью плюс 15 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин